Ну что ж, уважаемые зрители, очередное видео Сегодня о том, есть ли на магазинах время, год, месяц изготовления Ну и взял часть магазинов из того, что мне доступно Давайте посмотрим Я такое видео делал в ответ на вопрос зрителей со своего англоязычного канала И там есть информация Канал называется Practical Opens Ссылка у меня уже есть Первым делом смотрим на магазин стандартный от арочной системы Hartford, Connecticut Кто в Hartford, Connecticut находится? Культ Вот здесь, например, есть отпечаток на нижней крышке магазина Но нет на нем даты NHMTG Hartford, Connecticut S42 Это может быть серия Кстати, использую лупу, которую обычно использую для рассмотрения монет Очень удобная вещь И можно даже иногда показывать через камеру Особенно удобно, когда в ней фонарик включается На этом магазине Пока не нашел Нашел кучу надписей, которых я раньше не замечал Например, здесь есть надпись Но вот ничего с датой По крайней мере, внешне На магазине я пока не увидел Теоретически Практически Я может быть ошибаюсь Потому что нашел только что еще одну надпись И я вот здесь абсолютно не прав Вот здесь есть Время изготовления Месяц номер 7 2008 года И серия 33 710 Седьмое у нас что? Седьмое у нас Июнь, по-моему, да? Или май? Январь, февраль, март, апрель, май Июнь, июль Июль 2008 года То есть на этом магазине есть Для чего вообще отпечатки пальцев Фу, отпечатки даты Отпечатки пальцев Нужны Есть штаты, в которых бывают запреты на какой-то магазин Но магазины, приобретенные ранее То есть на которых может быть старая дата Они, скорее всего, останутся легальными Не всюду, не всегда Но такое бывает По-английски это называется Grandfeathering То есть, как говорится Дедовские магазины мы вам оставим Вот смотрите Вот здесь На вот этом магазине Вот здесь вот как раз Есть Эта дата Вот вы ее сейчас видите Следующий магазин Следующий магазин у меня Насколько я понимаю Это ASC Это у меня арочный магазин Клибра 7.62.39 Вот так вот он выглядит Для тех, кому интересно И сейчас буду с лупой Смотреть Пока у меня тут Патрончик катается по столу Здесь я пока не вижу Сейчас я вам скажу Посмотрим, что у нас снизу Здесь есть Кстати, тоже фирма находится В Коннектикоте Город Нью-Бриттен ASC Но я не вижу Даты здесь Вот здесь только Название компании И Калибр На направляющей Посмотрим Посмотрим Сзади На ребре Магазина Не вижу Кстати, еще одна из вещей Почему дата нужна Это для того, чтобы Если этот магазин принят на вооружение То было бы известно Сколько его Можно хранить И через сколько лет Его надо выбрасывать И заменять Следующий у нас Магазин от фирмы Lancer Эдобьем L5 И здесь я, по-моему, уже вижу Эту дату И мы сейчас вместе На нее посмотрим Так, этот магазин Был сделан в 2016 году И месяц 4 Январь Февраль Март Апрель Апрель 2016 года Вот он Я не знаю Будет ли хорошо Здесь видно Или нет Потому что достаточно Сложно Вот видите Вот эта марка Вот она Достаточно сложно Поднести Близко к камере Чтобы было Хорошо видно Так Это одно место Давайте посмотрим Есть ли еще На некоторых магазинах Бывает Более чем одно Такое место Где написана Дата И этот вариант Я вам покажу Позже Лупа В данном случае Очень сильно Помогает Потому что глаза Такие мелкие вещи Видят С трудом То есть я могу Себе представить Прочитать Вообще Глазами Но Это сложновато Честно вам скажу Здесь написано Что сделано США Какой-то номер Наверное Набора Или серии Это есть Но да Тут только в одном месте И на самом магазине На нижней крышке Ничего нету На ребре С одной стороны Ничего нету И с другой стороны Ничего не вижу На направляющих У нас есть модель L5 И вроде бы Больше ничего Но вот это можно Отложить Как магазин На котором есть Дата Еще один Следующий Чизетовский Магазин Третьего поколения Сделанный в Америке Черный Посмотрим Есть ли на нем Дата Или нету Это как раз Магазин Для Скорпиона Как вы наверное Заметили Я им пользуюсь Так Сбоку Нету Сверху Нету Сзади Нету Снизу Тоже нету На этом Нету Ничего Как ни странно Тоже Чизетовский Магазин Это у нас Первое поколение Нет Это второе поколение Первое поколение Было С острыми краями Губок Снизу Нету Сбок Причем смотрите Как интересным Этот магазин Выглядит Через лупу Из-за того Что он прозрачный Получается Очень интересный Цвет Так С этого края Нету А вот здесь Есть Вот видите На самом конце Вот здесь Практически Вот Есть такой же Пластиковый штамп Стандартный Который практически На многих магазинах Попадается Следующий магазин Это магазин От фирмы Зигзавр Для арки Ну и Им подобно Смотрим С одной стороны Есть Калибр Надпись Калибра Больше ничего Не вижу Сзади Не вижу С другого Боку Тоже Не вижу Теперь посмотрим Снизу И снизу Ничего Нету И На направляющих Вроде бы Тоже Ничего Нету Да Извиняюсь Я подозреваю Что вещи Исчезали Из Вида Это получается Чисто гражданские Магазины На которых Нету Соответственно Штампа Как мне кажется Что это гражданские Магазины Потому что Вот эти Могут быть И на вооружении Где-то Хотя этот В принципе Тоже может быть На вооружении Но в Европе Так Теперь Тоже Чизетовский Магазин Соответственно От Palmetto State Сделан В США На 35 патронов Palmetto State Army Вот есть ли на нем Дата Или нету Смотрим С одного Боку С другого Боку И вот На нем Есть На самом Верху Вот здесь Как вы видите Есть Дата Он был Сделан В марте В апреле 2019 Года И Макполовский Магазин Опять Тоже Для Скорпиона Здесь Интересная Тема Начинается Я Почему Хочу Отдельно Показать Я наставил На самый Конец Здесь Есть Штамп На самом Магазине Что Он был Сделан Восьмом Месяце 2019 Года Вон там Вот есть Вот этот Штампик Вот он Вот он Видите Восемь Запомнили Восемь А на крышке Нижней Штампик Девять То есть Вот этот Магазин Был Сделан В одном Месяце А крышечка К нему Вот эта Вот Была сделана Через Месяц То есть Их Делают Отдельно И потом Уже Собирают То есть Сам магазин Получается Собранный Будет уже Девятого Месяца А девятый Месяц У нас Что Ну если Смотрим Двенадцатый У нас Декабрь Одиннадцатый Ноябрь Десятый Октябрь Девятый Сентябрь То есть Это сентябрь Прошлого года Они Недавно Появились Ну и Соответственно Мы Сравнительно Недавнее Приобретение Макпуловские Магазины Третьего Поколения Поколения М3 И мы Соответственно Ожидаем Что здесь Будет Надпись О том Когда сделано Кстати Здесь еще Военные Контракты Написаны И патент Большой Магазин Много Него Есть И Кстати У них Два Контрактных Номера Один Для черного Магазина И один Для Не бежевого А такого Пустынного Чтобы можно было Заказывать В военном Каталоге Для военных Частей Соответствующего Цвета Магазины Так С этой стороны У нас Вроде бы Ничего Нету С точки зрения Даты Есть номер Патента И есть Их Веб-сайт А вот Снизу У нас Есть Дата Снизу У нас Тоже Даты Нету Кроме Значка Макпул А давайте Посмотрим С другой Стороны А Вон Она Это Дата На этом магазине Всего Один Штамп Даты Изготовления Данного Магазина Причем Судя по всему У них есть Какие-то Другие Параметры Потому что Здесь Есть Дополнительные Цифры Над этим То есть Этот магазин Выпущен В 2018 Году В декабре 2018 Года Есть Дополнительные Две Цифры 14 И 27 Что это Значит Понятия Не имею Но Я специально Оставил Это у меня Новый Магазин Кстати Недавно Купил Пакет Из которого Он был Видите Пакет В котором Магазин Был Собран В январе 2019 Года Через Месяц И Имеет Соответственно Дату Номер Так Далее Так Далее И Здесь Соответственно Тип магазина Внутри Название Цвет Вот Как Вот это Шло И Здесь Написано С кем Он Совместим С какими Типами Оружия Так Далее Так Далее Так Далее И Вот Помните Итар Вот У нас Есть Регулирование Что Продается Ну Так Вот Вот Эта Вещь Является Контролируемой Для Экспорта Из США По Вот Эту Варианту Итар Модель Такая Лицензия Или Разрешение Для Экспорта Для Вывоза Из США Требуется Чтобы Этот Магазин Получить За пределами США Вот Так Вот Получилось Интересно Да Как Мне Кажется Вот Эти Магазины Имеют Штамп Даты А вот Эти Нет Я еще Буду Смотреть На Другие Магазины Когда Буду Делать Обзоры Например Сравнение Разнообразных Арочных Систем Магазинов Арочных Систем Как Видите Вот Даже Здесь Чисто У меня На Столе Сейчас Представлено Четыре Даже Можно Сказать Пять Магазинов Для Арок От Разных Изготовителей Но Я хочу Сделать Более Серьезную Вещь И Также Делать Более Углубленное Рассмотрение Заместимость И так Далее Ну На этом На сегодня Все Спасибо За Внимание Подписывайтесь Ставьте Если вам Нравится Плюс Или Минус Если Не Нравитесь Комментируйте Задайте Вопросы До Следующего Видео